Баллоны высокого давления представляют собой металлические емкости для хранения газов и для их дозировки под высоким давлением. Например, огнетушители или кислородные баллоны. Содержимое обычно огнеопасно. Итак, задача в том, чтобы изделие, часто служащее спасению жизни людей, само было безопасным и одновременно достаточно легким в использовании. Баллоны изготавливаются из стального сплава, содержащего добавки хрома и молибдена. Заготовка имеет круглую форму. Металл прошел закалку при температуре 730 градусов Цельсия в течение 36 часов. Теперь заготовки погружаются в одну из пяти флюсовых ванн, которые облегчают дальнейшую деформацию металла. После короткой сушки диск помещается на вытяжное кольцо. Эта операция называется глубокой вытяжкой металла. Потому что несколько автоматов постепенно растягивают диск до цилиндрической формы. Оправочный пресс начинает растяжку металла, прилагая 800 тонн силы, что соответствует весу двух гражданских самолетов с полной нагрузкой. То, что цилиндр формируется из цельного куска металла, означает, что он не будет иметь швов. В этом ключ к безопасности конечного изделия. После первой вытяжки стальной захват бьет по оправке и цилиндр соскальзывает вниз. Следующий пресс еще больше растягивает заготовку. Этот автомат прилагает 250 тонн силы и формирование стенок цилиндра продолжается. Белая жидкость – это хладагент для предотвращения перегрева. Всего цилиндр проходит через три пресса. Каждый из прессов растягивает заготовку на 60%. Этот пресс формирует донышко баллона, делая его вогнутым. Это усиливает основание баллона. Ленточная пила отрезает с открытого конца цилиндра кусок в 10 сантиметров. Из него изготавливается верх баллона. Затем за 90 секунд заготовка верхушки нагревается горелкой до 982 градусов Цельсия. Цилиндр устанавливается на станок горячей обкатки и вращается со скоростью 1000 оборотов в минуту. Горелка поддерживает температуру, а станок автоматически закругляет раскаленный металл до нужной формы. Таким образом, станок постепенно закрывает верхний конец цилиндра, формируя две скругленные области, называемые плечами и горловиной. Закругление данных областей – лучшее решение для удержания газов под давлением. Дуги позволяют равномерно распределить давление на металл, ведь острый угол концентрирует давление на одной точке. Единственным местом выхода газа будет служить верхний выпускной клапан. Затем рабочий помещает 18 цилиндров в печь, нагретую до 900 градусов Цельсия. По прошествии 90 минут автомат окунает их во флюсовую ванну на 6 минут. Цилиндры охлаждаются, а затем снова нагреваются до 650 градусов. Через полтора часа снова охлаждаются в течение двух часов. Эти переходы от горячего к холодному называются отпуском металла и делают металл более прочным и в некоторой степени гибким. Теперь резец открывает горловину и нарезает в ней резьбу. Резьба является лучшим уплотнением, поэтому клапан ввинчивается в горловину. Поверхность цилиндров зачищается методом дробеструйной обработки. Мелкие металлические частички с большой скоростью бьют по поверхности баллона. Баллоны тестируются следующим образом. Баллон заполняется водой, закупоривается и погружается в воду. Автомат подает дополнительную воду в баллон и замеряет, насколько хорошо он выдерживает избыточное давление. Внутренняя поверхность промывается горячей водой, а затем высушивается под струей очищенного воздуха. Затем с помощью гидравлического пресса на плечах баллона высекается необходимая маркировка, в частности, дата производства и серийный номер. Затем автомат закрепляет на горловине стальной воротник. Устройство для вкручивания клапанов туго закручивает клапан в баллон, герметизируя его. После окраски баллон высокого давления можно заправлять и не бояться, что его разорвет.